всем привет сегодня ко мне пришла в гости подружка сейчас подождите самое главное у нас выпал первый снег 7 октября у нас первый снег да и мы сегодня будем готовить что ну сыр в лаваше жареный или жареный лаваш сыром жареный лаваш сыром мы будем готовить сыром но можно еще и доложить ветчину допустим очень простое очень легкое блюдо быстро и удобное то что надо самый обычный лаваш тонкий вот такой для тако для будет а наверно я не знаю значит если мы делаем на сковородку здесь наверное 46 можно можно конечно делать длинным можно прямо вот так заворачивать большой делать но его не очень удобно есть поэтому и разрезаю на половинки и делаю его коротенький маленький получится вот такого размера давай венца выпьем это мои по-моему чтобы лаваш получился супер без венца ничем не получилось намного не снимают это точно я потом разрезаю можно кончики не обрезать вот эти но я обрезаю просто тогда удобнее как бы может не совсем удобнее заворачивать но просто аккуратнее получается можно так сказать это готово теперь берем сыр сыр вот обычный олд чекер какой на вкус должен быть сыр соленый или любой в принципе любой это мы можно общественным сыром любой сыр который будет расплавленным вкусно который когда его расплавится потому что в этом люди получается хрустящая корочка в лаваше и вкусный можно любой толщины сыр ну я где-то вот так вот миллиметров 7 отрезаю можно положить сюда еще ветчину тоже вкусно мне нравятся рецепты которые быстренько быстренько да очень быстро любят дети у меня быстро вкусно очень вкусно допустим с томатным соком я люблю такое даже просто так она очень так 1 2 3 4 5 6 уже можно поставить сковородку наливаем обычного масла ну я иногда кукурузное использую иногда подсолнечное так не удивляйтесь это в канаде у нас такими бутылками продается масло масло малюсенькие такие все пускай разогревается так и потом просто вот и заворачиваем кусочек сыра раз два три можно если там кончик блин и остается значит сюда больше так завернуть раз в вашем я люблю когда вот так аккуратненький кончик получается ровненько такие аккуратненькие заверточки получаются только что кота к тебе шла опять видела пожарная стояла и такие красивые пожарники расскажи случай которого вчера случилось вчера у нас работала пожарная сигнализация я живу в апартментах снимаю апартменты в каждых апартментах есть датчик на дым то есть я допустим у меня в тостере там что-то подгорело молоко побежала еду какой-то на плите забыла это на все срабатывает но я его могу сама отключить этот датчик на дым ну что я думаю уже разогрелась пускай чуть-чуть сильнее подогреется я просто не пойму она пицца в пицца в духовке и это не пойму стоит в каждом каждой квартире стоит датчик на дым ты его можешь сам отключить и стоит большой датчик на с пожарной сигнализации стоит на весь дом то есть в каждом коридорчике почти там возле каждой квартиры большой звонок который срабатывает случае пожара в доме и вчера сработала эта пожарная сигнализация случае но по правилам случае этого когда сработает пожарная сигнализация все должны выйти на улицу я с детьми собрала отдела детей выхожу на улицу стоят мои соседи много соседей стоят живот все в пижамах то в чем по дому ходит курточки по одевали и повыносили детей и животных домашних у нас разрешены коты в дома в доме все в этих переносках домашних котов повыносили народ схватил но есть ничего такого особенного нет но все так люди спокойно очень спокойно потому что за я полтора года здесь почти два года живу уже второй раз такой она срабатывает пожарная сигнализация очень быстро приехала пожарная машина причем уехала она издалека было слышно включена сирена это наш помощник слава сложишь вот этой вот частью которая открытая ложить вниз сначала но я так вашу может быть нужно по-другому но я нашу так может быть я немножко масла но она есть шо она останется на сковородке на лишнее не возьмем все и я где-то на троечку себя можно даже на крючку подожди на троечку это у нас электрические плита а если так то небольшой мне небольшой потому что если большого на ваш сильно быстро поджарится на сыр но принципе он успеет 1 1 расплавится нож не совсем а так небольшой огонь он хорошо поджаривается лаваш и и вкусно если что еще кусочек ветчины допустим можно но у меня сын не любит с ветчиной а у меня есть в однике можно было попробовать молчу умная масла приходит и после дальше про пожарную машину дальше и приехала слышно издалека было ехала эта пожарная машина приезжает пожарная машина выходят пожарники такие красивые вообще такие пожарные можно просто так вызывать пожарные можно вызывать это вообще во первых пожарные машины оснащена очень сильно и они не такие как здесь у нас им не нужно возить воду с собой пену и так далее потому что ну пена то может какая то есть здесь стоят в каждом квартале из пожарные гидранты которым они подключаются эти пожарные гидранты подключены к системе водоснабжения очень большой напор и принципе проблем с тушением пожара нету лестница есть пожарная топоры такие большие но самое конечно мне больше всего понравились пожарные они одежда такая на них и так они оснащены были такие небольшие огнетушители они реально реально подтянутые спортивные ребята здесь действительно здесь очень красивые пожарные потому что они действительно подготовленные они сидят и не пьют пиво между пожарами они за ним они занимаются подготовкой и глупости не смотрят они проводят свое время в тренажерных залах это сто процентов потому что видно по их телу да они они приходят не одеты так в робе одеты такой полицейская такая роба написано типа пожарные приходят проверяют работает ли пожарная сигнализация мы их видим не только в такой робе которые они тушат пожары а видим во всей красе вот так выглядит датчик дыма в квартире вдруг подгорело что-то на плите или ты забыл что далек спать он очень срабатывает очень громко пищит когда попадает на него дым но ты его можешь отключить сам то есть потушил свой дым и выключил она под потолком в общем у нас потому что ты ведет пока мамы готовят кушать кто у нас здесь иди он иди он а вот он ты опа нос мокрый весь мокрый нос кушать будешь мокрый нос приехали пожарные проверили все чтоб не было нигде огня в общем прошлись полностью по зданию все проверили не а чуть-чуть я забыла сказать чуть-чуть дымом пахло на таким сладковатым как еда подгорает таким вот дымом пахло никак пластмасса горит там никак пожара таким вот сладковатым дымом ну выходят пожарные эти и шутят а мы все люди стоят что там что там они выходят шутят говорят а у кого-то попкорн сгорел а мы все такое спасибо спасибо а видно что им нравится что нам благодаря такие все а я с двумя детьми и говорю а можно с вами сфотографироваться такой высокий красивый пожарный конечно можно и стал сына дочку мою позвал и сфотографировался и видно что ему это нравится что ему приятно что их труд уважает что к ним так хорошо относятся и все вы ехали пожарная машина конечно с мигалками это все время стояла на нас есть фотка вставить или нет да можно вставить вместе и посмотрим если компьютере осталось да и потом выходят другие пожарные те которые проверяли дом другие места пошли тоже по ступенькам спускаются мы пропустим дали им пройти и говорим спасибо большое спасибо они такие довольные такие виды это что люди гордятся своей профессии и да они с удовольствием фотографируются здесь пожарные это очень так сейчас мы сделаем так лаваш я чуть-чуть добавила огня чуть чуть больше сделала вот до золотистой корочки может это конечно слабовано золотистая но можно и такой оставить вот уже кстати сыр начал плавится то есть я считаю что можно было сразу сильнее делать чуть-чуть наверно это просто как бы незнакомая для меня плита поэтому классно приходит подружка и готовить для тебя кушать золото смотрите какой получается золотистый цвет начал подтягиваться народ пахнет хорошо мир кажется больше пиццей пахнет хотя это тоже вкусно пахнет это дожарю всегда сын говорит что так вкусно пахнет моя пицца какая красивая покажите мне коробочку покажите какую пиццу жарим бой у меня ванька любит такой краск большой каждый член семьи готовит свою еду отдельно красота какая ты чё тут на готовил ой как пахнет ты знаю поделишься конечно конечно нет а я а я принесла соленки ой а новый рецепт помидорчиков видела сфотографировала классно здесь вот она канаде делает не покажешь сама помидоры делала сама малосольная это не соленая это малосольная просто вот заквасила и все скучаешь по украине скучаю помимо таких помидоров не хватает не можно конечно купить в польском магазине таки в эдмонтоне в украинском магазине наши врс все любые продаются но во первых эдмонтон часто не поездишь тем более сейчас вообще с ним а сколько у нас от эдмонтона мы находимся посередине ровно посередине между колгорина очень интересно наш город рейдер находится в общем от нашего города в радиусе 200 километров про проживает 80 процентов населения альберта то есть наш город можно сказать если поставить цирку в ножку циркуля сюда вот так обвести по 80 процентов населения будет проживать в этом в радиусе 200 километров то есть там вообще супер мы в центре нам не будет сюда сюда ударили кодобраться до эдмонтона очень удобно даже вот сыр даже начал вытекать у меня вообще такой редко бываешь он вытекает всего мужей с этой стороны поджарился нужно уже снимать потому что тогда уже начнется подгорать ну кто любит плавленый сыр а я думаю очень любят расплавлено не плавлено расплавлено я думаю многие люди его любят тем это блюдо понравится дети любят да дети любят ну я допустим очень люблю очень быстро очень вкусно очень легко готовится так все провожаем гостей домой хорошо на улице с ветром вообще классно боже скоро эта зима нам так надоест первый снег это смотрите людей нет сейчас олени вам навстречу на линии уже в городе выходят мы когда едем на работу мы едем на работу в 4 утра 4 мы просыпаемся подожди нам сюда идти куда они пошли 5 20 мы едем на работу утро и тут также темно как сейчас даже темнее сейчас еще не совсем и олени на дорогах мамочка моя родная возвращаемся мы домой слава богу не встретили ни одного оленя спасибо что были с нами подписывайтесь на наш канал смешных девчонок будем вместе веселиться всем пока